Музыка Здравствуйте дорогие друзья, если вы видите данные на экране, то мы постараемся пройти Агату Кнайф Тут есть проблема, что нету настроек вообще никаких Не настроить музыку, не настроить графику А игра почему-то подтормаживает, непонятно по каким причинам Надеюсь это исправить, короче будем играть как получится Приятного просмотра, ставьте лайки, кофеечек, чаечек Приглашайте друзей, приятного просмотра, дружочек Я Агата Мне 7 лет и я не могу уснуть Моя мама хозяйка мясной лавки, а я обожаю животных Поэтому по ночам тяжу в лавке, где играю и беседую с ними А затем убиваю и разрезаю Чтоб на следующий день мама могла продать мясо Работа мясником мне по душе, ведь так я могу быть поближе к животным Дик к их мясу Баране отбивные Слиная вырезка, куриные ножки Я просто обожаю есть мясо, но с другой стороны Мне грустно от того, что мои друзья-животные пугаются, когда видят мои ножи Это меня расстраивает Более того, возникла еще одна проблема У нас стало мало покупателей И мама переживает Она сказала, что если ситуация не улучшится, нам придется закрыть лавку Мне нужно что-нибудь придумать Иначе я больше не смогу играть с животными И мне придется отказаться от мяса Сегодня мама пойдет молиться в церковь Она сказала, что это поможет и дела должны пойти в гору Я пойду с ней, чтобы посмотреть, как все происходит Может, я там найду ответы на свои вопросы? Мам, я здесь Я пошла Ладно, но не уходи далеко от церкви Осмотрюсь вокруг Да Ну, уже более-менее Чуть-чуть лучше Так А с этой поговорить Осмотреть можно Такая нарядная Так Привет Привет, красавица Как ты? Так Кажется им скучно Кажется вам скучно? Мы ждем, пока наша подруга закончит фотографироваться Надеюсь, что она скоро Я голоден Это свадьба? Мда Наша подруга всю жизнь заждала этого момента Мечтала надеть белое платье Выйти замуж в церкви Выйти замуж в церкви Устроить сумасшедшую вечеринку А затем уехать подальше На медовый месяц И совсем недавно она встретила клиента Который оказался рад ее видеть И вот они, молодожены Она выходит замуж за клиента Она нашла себе парня на работе Да, недавно они встретились и влюбились друг с другом Но он влюбился в нее А она в его кошелек Значит, она его вовсе не любит? Ну, подрастешь, поймешь Женится по разным причинам Кто-то по любви Кто-то ради денег Некоторые ради штампа Некоторые по религиозным причинам А ты не хочешь остепениться? Пока нет, мне сейчас не до этого В любом случае, меня интересует только банкет после церемонии Надеюсь, они скоро закончат фотографироваться И мы сможем поесть Ясно Ваша подруга любит фотографироваться? Аня годами ждала этого момента Поэтому использует его по полной Надеюсь, что это скоро закончится Желудок урчит Ясно Я пошла Ладно, милашка Так, понятно Тут только осмотреть Это тоже Так, а с этим нельзя поговорить, малой Привет Здарова, чувиха Мы уже встречались? Встречались, чувиха Ты ведь агата, так? Мы учимся в одной школе А вы ребята, которые постоянно танцуют на переменах? Ага Мы всегда на волне Кажется, в этой одежде неудобно танцевать Я в курсе Мы в ней, потому что у нас сегодня первое причастие И мамы застали нас наконец-то Что еще за первое причастие? Па, это настоящая дичь Нам наливают немного крови Какого-то парня дадут кусочек его тела А нам придется это съесть И зачем вам это съедать? Это ведь религиозный праздник, так мы становимся ближе к Богу или вроде того Или становимся счастливее, наверное Не уверен, что понимаю суть происходящего Жуть Ага, мы сами не очень-то это хотим, но... Нам сказали, что если пройдем первое причастие, нам подарят кучу подарков А это звучит очень круто Мда Зачем нам причастие дарят подарки? Думаю, это часть торжества Мы съедаем кусочек человека Всё-таки проходит празднование Судя по всему, после этого съеденный парень Постоянно будет нас сопровождать Вести нас всю жизнь и делать счастливыми А если ты сходишь в туалет, этот парень уйдёт? Интересная мысль, об этом я не подумал В любом случае, без разницы Я просто хочу подарков Мда Я пойду, надеюсь, у вас всё пройдёт хорошо Увидимся Йоу-йоу-йоу Йоу-чикен-чикен Йоу-чикен-чикен-чикен-чикен-йоу Опа-на, подожди Мой потрошил розового кролика Потрошить настоящих кроликов Блин, вот этот чувак мне напоминает Чувака из стального алхимика Не знаю почему Привет Здоров Что вы делаете? Живём на кладбище припеваючи Отстуживающий по-твоему Парниша вынудил меня привезти к саду Чтоб он поговорил с булыжником Я уже объяснил ему, что это просто камень А у матери здесь нет Но он непробиваемый Что с твоим сыном? Он идиот Я переводил его из школы в школу уже 108 раз И из-за его проблем с адаптацией Хватит, чтоб понять, что он сплошная катастрофа Ты назвал надгробие булыжником И сказал, что твоей жены здесь нет Поскольку это правда, её здесь нет Тогда где же она? Её душа отошла в иной мир Наполагаю, ты говоришь о её теле, поэтому мне придётся объяснить Когда моя жена умерла, глупый сын никак не мог перестать ныть Каждый день я кричал, прося я вернуться к нему Хотя бы на один день, чтобы он мог сохранить последние воспоминания В конце концов, мне надоело его нытьё Поэтому я выкопал тело своей жены Купил хороший топор И разрубил её на куски Мама! Умолкни, придурок! Серьёзно? Ты правда расчленил свою жену? Да, я разрезал её тело на мелкие кусочки И поместил в огромную кастрюлю Он ведь хотел сохранить последние воспоминания И что ты сделал? Превосходный суп Офигеть! Мама, это ты? Ты сварил суп из трупа своей жены? Именно! Он вышел весьма недурным И таким ярко-оранжевым С одной стороны я удивлена А с другой нет Хм... Не думаю, что твоему сыну понравилась задумка с супом из человечинки Об этом он расстроен Я просто хотел, чтобы он перестал ныть Но вышло не так, как я надеялся Но всё ещё идиоты так жрёт по ночам Ты понятия не имеешь, что значит жить с биомусором Довольно странно разрубать тело жены и делать из неё супчик Я, мясник, делаю то же самое с животными Но я подумать не могла, что так же можно проделать с людьми Ты сравниваешь мою жену с грязными животными? Эй, это слишком! Я люблю своих животных А я люблю свою жену И вообще, я сварил суп из её останков, а не её самой Когда кто-нибудь умирает, его душа покидает мир Остаётся лишь безжизненное тело Во как! Конечно, разве в школе тебя этого не учили? Возможно Но мне тяжело сосредоточиться на уроках У меня бессонница, поэтому постоянно устаю Ой, всю историю своей жизни можешь не пересказывать Ты меня слышала? Я очень люблю свою жену Люблю Почему ты говоришь так, будто она ещё жива? Потому что она до сих пор существует Я только что тебе объяснил Душа моей жены в лучшем месте Там, куда мы все попадаем после смерти Когда я умру от старости или покончу с собой Мне больше не придётся терпеть этого Бауана Я сойду со своей женой в новом мире И мы будем вместе навсегда Разве это возможно? Ну, прочитав множество книг, я пришёл к твоему выводу Хм, ладно, вот А вот я сомневаюсь Здесь не в чём сомневаться Именно так всё и будет, точка Ладно С твоими руками что-то случилось? Нет Я держу их так, потому что это придаёт мне изысканности Конечно, из-за этого мне тяжело есть и подтираться Но я справлюсь Мда Держись Ага, сплошное веселье О, отсылка к Туфу, кстати Необычное надгробие Оно гораздо больше остальных и на нём статуя крылатого свинока Выглядит круто Туху Ёпта Мда Привет Я не должен убегать, я не должен убегать, я не должен убегать Чё? Я бесполезен С тобой всё нормально? Я такой, какой есть Всё достаточно? Ты несёшь хуйню, я ухожу Спасибо, отец Прощай, мама А что до детей? Я вас поздравляю Странно Да Те-те-те Те-те-те И чё, теперь внутрь заходить, что ли? Маленький деревянный домик Местный алкоголь Опа, она, блять Мэрлин Мэнсон, блять Ха-ха В натуре, ребята, Мэрлин Мэнсон Посмотрите Такой же цвет волос и глаз Привет Здравствуй, юная леди Скажи мне, как тебя зовут? Агата Что привело тебя сюда, Агата? Я пришёл в церковь со своей мамой Мне хотелось узнать, о чём суть всей религии И вот я здесь Чудесные, какие у тебя впечатления? Тебе нравится то, что ты видишь? Я поговорила с несколькими людьми, они рассказали странные истории Я говорила с мужчиной, который взял труп своей жены Разрубил на кусочки топором И сварил зня супчик для своего сына Словно из куриных отбивных И это его не столько не беспокоит Поскольку он лерит, что его жена ушла в лучший мир И её тело попросту опустевшит рук Ещё парочку ребят ожидает странной вечеринки Хотя мне кажется, они даже не знают Зачем ждут и что будут делать Но ты ведь не скажешь, что эти люди неинтересны Здесь все вдохновлены верой и религией Но я так и не поняла Что же такое религия? Что ж Религия это... Как бы объяснить? Основана на жизнеописании конкретного персонажа Сей персонаж порой называемый Богом Устанавливает некие правила, которым нужно следовать, чтобы жить в гармонии с остальными Любовь, жертвенность, уважение, смерть Воскрешение, наказание и тому подобное Есть множество разных Но большинство части них обладает схожими идеями Люди исповедующие религию защищают её принципы Напоследок религия сочетания идеи основанных на вере А что такое вера? Можно сказать, что вера это слепое убеждение в истинности утверждения Итак, люди исповедующие религию просто считают, что идея это религия и истины не имеют этому доказательств Ты всё верно поняла? Да, но мне всё ещё непонятно, что же в этом хорошего? Ну, людям нужно во что-то верить, чтобы чувствовать себя полноценным Религия способна легко заполнить пустоту и сделать человека счастливым К тому же люди, которые изобрели религию, могут использовать её, чтобы манипулировать последователями Просить денег или чего ещё есть и хорошо в своём деле Как видишь, все выигрыши Но ты уже видела доказательства Парень, который ты встретила, думает, что после смерти он у нас соединится с женой в другом мире Вот тебе и ответ Чё дальше? Ты веришь в религии? Я? Нет Но я досконально изучил новые религии, поэтому что хотел понять причину их мощи Я думаю, что истории, на которых зиждутся религии, весьма занимательны Но сами они полны противоречий Так или иначе, я обнаружил, что религии обладают практически бесконечным потенциалом Поэтому решил основать собственный бизнес, используя полученные знания А именно курсы по созданию индивидуальных религий А курсы? Что за курсы? Когда-нибудь кто-то сталкивается с проблемой А он приходит сюда, мы все обсуждаем, приступаем к работе Наша цель дать обучающуюся возможность создать собственную Дабы привлечь последователей и наконец решить проблему Мы помогаем ученикам удостовериться, что они разобрали все необходимое Для создания полноценной религии, которая им поможет Итак, любой, у кого есть проблемы, может создать религию И это все решит именно И не имеет значения, в чем именно проблема, насколько она сложная у кого возникла Мы всегда создаем религии, подстраивающие под потребности наших клиентов Главное, чтобы религия была хорошо продумана, дабы люди слепо верили в нее К примеру, у мистера Блика, который проповедует в церкви неподалеку Были проблемы с бизнесом, и он пришел к нам за помощью Значит, это ты, кто мог создать религию? Именно! Бизнес мистера связан с производством, сбытом и продажей сыра К нему выдался неудачный год, и он понятия не имел, как восстановить уровень продаж Пока не встретил нас Один из наших наставников поработал с ним над созданием особой религии, целью которого было увеличить продажу Так и появилось Хроносырье вместе с историем о путешествиях во времени Где препобедный Блик встречается с остелином временем, от которого приносит тот самый сыр А когда уверившие во остелином времени покупают сыру у преподобного, их грехи отпускаются Что за грехи? Тогда кто-нибудь нарушает нормы Это называется совершить грех А-а-а, но история мистера Блика чушь Нормальные люди не верят в путешествия во времени И не считают, что за покупки сыра им простятся плохие вещи Ты так говоришь, потому что все еще недооценивают все его религии Боязливые и полные садения люди будут цепляться за любую историю, от которой он становится легче Короче говоря, мистер Блик нашел людей, которым нужно было что-то верить И воспользовался этой возможностью, дав им свою религию И теперь, благодаря нашим курсам, дела мистера Блика идут в гору Значит, собственная религия поможет мне справиться с проблемами? Конечно же, про это я и говорил Возможно, мы сумеем тебе как-нибудь помочь Ну, возможно Я работаю в мясной лавке, где убиваю свиней, кроликов и животных Разрезаю их на куски и готовлю к продаже Как необычно Да, знаю, все так говорят Это эксплуатация детского труда, маленькие девочки не должны таким заниматься Блава-блава Как бы там ни было, не волнуйся об этом, я обожаю животных Обожаю животных или убивать их Мне нравится проводить время с животными, пока они живы и есть, когда их мертвы И я обожаю мясо Единственное, что мне не нравится, это как они пугаются Когда я достаю ножи, чтобы сделать свою работу Меня это очень расстраивает, в этом и проблема Ах, да еще кое-что В последнее время в нашу лавку приходит мало клиентов Мама сказала, что если все не наладится, нам придется закрыться Если это случится, у меня больно не будет ни мяса, ни животных В любом случае, после того, что ты сказал, возможно, ты сумеешь помочь мне создать религию наподобие этой сыну И в нашей лавке снова будет много покупателей, а животные перестанут меня бояться Занятное дело, ничего не скажешь Хм... Да Я думаю, мы сможем решить твои проблемы Правда, кто мог подумать, но нам понадобится религия гораздо сложнее обыкновенной Хотя это не проблема Я представляю тебе своего лучшего наставника И кто? Я даже понимаю, что у меня нет денег Но думаю, что смогу заплатить за лучшего наставника Не переживай, мы сделаем для тебя исключение Для нас это будет возможно предназначить Господи Продемонстрировать, что мы способны претворить в жизнь даже самые тяжелые случаи, как твой Убедить моих животных будет сложно, но теперь мне нечего терять Поэтому, ладно, я хочу создать собственную религию Хочешь поступить на курсы? Хочу поступить Прекрасно, ты об этом не пожалеешь Запиши в этот бланк информацию о тебе Твое полное имя Чё? Агата Тесак? Как инструмент? Да Что ж тебе подходит У тебя свои лавки? На бойне единственной лавки в городе Именно там и живу, на бойне Я постоянно там выхожу разве что в школу Ааа, это проблема Не хочешь сообщить о своей матери и органовой опеке? Я же сказал, что меня все устраивает Ладно Теперь мне нужен твой возраст В смысле пять Я же семь, по-моему Мне семь лет Болезни Бессонница Я страдаю бессонницей Ааа, ладно, запишу Куришь, пьешь Запах крови Запах крови может считать наркотиком? Нет, это вряд ли А зачем тебе знать? Не переживай, эта информация необязательна для курса Это просто формальность Идиотизм, знаю, но Как бы там ни было, отсутствия наркотиков это хорошо Так, еще кое-что Номер телефона У меня нет номера, но я могу дать номер лапки А что насчет почты? Нету Ладно, мы свяжемся с тобой при помощи специальных средств Оставлю эту записку наставнику Окей Что ж, на этом все Забери бланки и отдай наставнику Исповедальня? Маленький деревянный домик в коридоре Ступай и поговори Есть вопросы? Нет вопросов, я пошла Хорошо, надеюсь тебе понравятся курсы У тебя получится создать невероятную религию Которая поможет тебе решить проблемы с животными и мясной лавкой А еще увидишь, насколько весело может быть процесс создания религии Положила бланку Голову? Серьезно? Сумка Это понятно, окей На ключ На флешку сохраниться Неплохо Но это понятно Обучалка, да? Ну давай, доставлю И... Эй! Не кричи Чего тебе? Я записалась на курсы Тот мужчина отправил поговорить с тобой Да Да Оставь его в лотке В лотке В лотке Ничего Я... Опустила бланк Ладно Итак Агатами Сникс Бессонницей Хочется создать религию Которую вернет покупателей в лавку И сделает животных счастливыми Пока их режут ножом И они истекают кровью до смерти Все верно? Да Без сомнений, занятное дело Мне нравится постановка задачи Ладно, дай подумать Так, список необходимого Можно Подождать Можешь идти домой Как только все будет готово Я с тобой свяжусь Так Пока никому не рассказывай о том Что мы задумали Если кто-нибудь Прознает об этом раньше времени В твою религию Не уверует И наш план провалится Так что никому ни слова Ладно, все Больше ничего не надо Пока нет Поговорим об этом позже Хорошо Пока Интересно Надеюсь это сработает Ну да ладно Пойду домой Погнали Что? Домой Это к матери что-ли возвращаться? Походу, да? Хм Погнали Чё ебать Пора возвращаться в лавку Мне скучно Я хочу домой Я тоже уже устала молиться Ну да ладно, пойдем Погнали Итак к ней Похоже еще один день без покупателей Надеюсь поход в церковь Принесет плоды и все наладится Не переживай я уверен Скоро все будет хорошо Как скажешь Агата Кстати полегал пришло время для нашего последнего свина Справишься? Возможно ему не сможем продать его мясо Ну по крайней мере у нас есть что-то будет на прилавке если придет покупатель Ладно. Спасибо. А куда валить-то? Сюда? Свин? В смысле? А кто это? Что происходит? Ты кто? Чувак. Привет. Здравствуй, Агата. Добро пожаловать. Куда? Мы знакомы? Откуда ты знаешь моё имя? Ты мне знакома, поскольку я... Невероятный мастер предсказаний. Меня зовут Невероятный Сандро. И чё? Никогда тебя не слышал. Я твой наставник. И помогу тебе создать собственную религию. А, так это ты сидел в маленьком деревянном домике? Да. О, как быстро. Я думал, что мы не скоро встретимся. Слушай, а как это я сюда попал? Где мы? В мой центр управления, где я даю глубокие личные советы. Именно здесь я даю наставление своим ученикам. Учитывая, что у тебя нет телефона и почты, мне велели связаться с тобой, используя особые средства. Поэтому я телепортировал тебя сюда. О, как ты это сделал? Ты маг? Я ведь уже говорил, я... Невероятный мастер предсказаний. Да, я поняла, но что это значит? Ты маг или нет? Да, именно так. Но я разбираюсь не только в телепортации, ещё и умею предсказывать будущее. На гадание. Я владел всеми техниками. Я в этом мастер, поскольку я... Невероятный Сандро, я поняла. А что такое прорицание? Магические искусства, с помощью которых я вижу будущее. Какое отношение имеет к религии? Огромное, ведь религия, как и магия, основана на вере. В конце концов, важно только то, во что верят люди. Ну не волнуйся, просто доверься мне. Начнём работу над мясоедением, ведь ты здесь ради него. Мясоедение? Именно. Так будет называться твоя религия. Я учёл, что ты мясник и любишь мясо. И поскольку твои проблемы связаны с мясом, я решил, что мясоедение будет идеальным названием для твоей религии. Ну как? Звучит круто. А в чём суть мясоедения? Так, на идеальные лжи, с помощью которых страх можно превратить в веру. Ты должна будешь приложить усилия, чтобы создать идеальную ложь. И я? Ну ты ведь мне поможешь? Да, я буду направлять тебе, когда это понадобится. Для этого мне и нужна моя удивительная колода карт. Зачем? Я задаю много вопросов. Но это потому, что я ещё не понимаю про религию и веру. Не волнуйся. Когда мы закончим, ты станешь экспертом. Навернямся к главному. Когда ты не будешь знать, каким образом поставлена перед тобой задача, сообщи мне, и я посмотрю, что скажут карты. Карты покажут на что-то, что поможет тебе продвинуться дальше. Например, в первую очередь, нужен Бог. Объясняю, это воображаемое могущество и существо, стоящее во главе. Это основа любой религии, поэтому он нам необходим. Как только у нас появится Бог, последователями соединения станут подчиняться его воле. Хотя на самом деле они будут делать то, что творишь, говоришь ты, но об этом мы позаботимся позже. Ладно. Где же мне найти Бога? Именно поэтому нам и нужны карты, они укажут нам путь. Посмотрим, что они говорят. Что такое? Так, показали кинжал, кровь и бутылку. И что это значит? Это значит, что нам придется отыскать кровь животного. Это будет не сложно? Прекрасно. Возьми эту бутылку. Наполни кровью животного и принеси мне. С помощью этой крови мы сможем создать Бога мясоедение. Это все, что нам понадобится. С помощью одной лишь крови мы сможем создать Бога. Просто принеси мне бутылку, остальное увидишь сама. Ладно, но можешь вернуть меня в лавку? Конечно, если выйдешь через дверь, ты укажешься в лавке. Я верну тебя сюда, как только ты раздобудешь кровь животного. Ладно. До встречи. Увидимся. Мда. Сработало. Я вернулась в лавку. Невероятно. Наш последний свин. Мне было весело с ним. Но его время пришло. Надеюсь, скоро у нас появятся новые животные или не будет очень одиноко. у меня есть низкие ножи. Мне не нужно точило. А, это точило. Эй. Подожди. Что дальше? Подожди. Подожди! Подожди. А, это не reef. Стродай. А, это неенький! Мир. А, это не вносится. А, это не очень полезно. Не оставляю заказать смесь. А, это не очень полезно. А, это самый полезный. Готово. Так, бутылку уж наполнить нам нужно, да? Бутылка наполнена, окей. Ну что, забрать можно? Это деньги. Понятно. Телепортироваться нравится. Если кащикотно, она расслабляет. Ну что? Я раздобыла. Чудесно, дай мне бутылку. Ага. Что ты сделал? Чтоб найти боговое соединение, нам понадобится особое снадобие из крови животных. По крайней мере, так говорят карты. Я добавил волшебных специй и с помощью своих волшебных навыков создал вероятный эликсир. Теперь тебе нужно отпить из бутылки, только всё не осушай. Сделай один глоток и объясню остальное, когда зелень начнёт действовать. Ладно. Ну? А ведь не дурно. Я знаю. Каждый год я отправляюсь в тур по тысячам отелей, чтобы все смогли попробовать мои волшебные коктейли и... Твои истории меня не интересуют. Как грубо. А что делать дальше? Скоро зелень начнёт действовать? Да. Почти. Ладно, начнём. Что? Агата? Сандра? Ты где? Я тебя не вижу. Я внутри твоей головы. Какой-то худенький, я ничего не чувствую. Я в твоём сознании, агата. Я использую силы, чтобы связать твой неактивный воображариум с твоей реальностью. Иными словами ты будешь путешествовать по своему воображению. И если всё пройдёт успешно, появится бог мясоедения. По крайней мере, так говорят карты. Ладно. Вижу, что ты начинаешь мне доверять, так держать. Так ведь у меня и выбора нет. Ну, думаю, и так справлюсь. В общем, можешь сказать мне, что видишь вокруг. Темно. Чё? Лужи крови. Что-нибудь ещё? Кто рядом? Не думаю. Постой. Я вижу тень. Оно огромное. Свинья? Это гигантский свин. Свин. Логично. Здравствуй, гигантский свин. Да, это я. Как зовут тебя? Тебе больно? Чё? Хорошо. Так, это ты? Ладно, погоди. Эй, Сандра. Я нашла бога. Вот как. Да, этого гигантского свина зовут Великий Кровоточущий Хряк. Великий Кровоточущий Хряк. Постой, он хочет сказать мне что-то ещё. Да. Конечно. Иногда это случается. Мне это тоже не нравится. Ладно, Агата, ты встретилась с богом. Больше нам ничего не нужно, попрощайся. Ты прав. Сосиски крайне надо ценены. Агата? Неужели это возможно? Внутри? Ты меня слушаешь? Возвращайся. Серьёзно? Хватит. Я должен вернуть её, пока не поздно. А что мне для этого нужно сделать? Постой, ты куда? Уже так быстро? Но мне нужна твоя помощь. Почему? Я же сказал, что хочу попасть. Прошу, не уходи. Великий Кровоточущий Хряк. Великий Кровоточущий Хряк. Всё кончено, Агата. Я отключил тебя от вообража, Рюма. Почему? Я ведь общалась с Великим Кровоточущим Хряком. Великого не существует. Как это не существует? Для меня он был вполне реальным. Он... Нереально. Породило твоё воображение, основываясь на твоих неактивных мыслях. Ну и, конечно же, с помощью невероятного коктейля. Ну а дальше, чтобы всё это сработало, тебе придётся убедить остальных существований Хряка. Однако ты не должна забывать, что Великий Кровоточущий Хряк это всего лишь символ, инструмент, очередной кусочек пазла. Выдуманный бог для выдуманной религии, окей? А ведь мы не... А ведь мы не плохо ладили. Ну думаю, да, я понимаю. Не существует, потому что я придумала его. Но я могу назвать его богом мясо-ведение, чтобы победить. Эй, а кого мне нужно убедить? Сейчас тебе не нужно об этом переживать. Сначала нам нужно кое-что найти. Пока не забыл. О чём ты говорила с Хряком? Какая разница, если его не существует? Да не существует, но о чём вы говорили? Он сказал мне, что очень любит сосиски. И как я... И как я любит мясо с кровью. Ещё он напомянул, что глубоко внутри у него есть всё, что ему поможет решить мне свои проблемы. Занятно. И что? Не знаю, он собирался всё объяснить, но ты отключил меня. Прости, но я тебя спас. Я говорил с тобой, а ты не отвечал. И если бы вовремя тебя не отключил, ты бы навеки застряла в собственном воображении. А, тогда спасибо. Не за что. Да, может мне ещё выпить? Чтобы поговорить. Плохая идея ещё слишком рано. Но между путешествиями должно проходить какое-то время. Ага. Да и это не важно. Нам нужно продолжать создание мясоедения. Так. Ладно. У нас есть Бог. Теперь нужно священное писание. В этой книге мы сформулируем основы принципы. Дабы убедить, что эта религия имеет смысл и может им пригодиться. И что же это за принципы? Сначала нам нужно найти книгу, а о принципах подумаем. Ладно. Нам нужна книга с кучей страниц. С кучей чистых страниц. Вообще существует? Не знаю, тебе предстоит её найти. Можешь создать её сама. Ладно, я что-либо передумаю. Я пойду на улицу и осмотрюсь. Прекрасно. Кстати, кое-что о священном писании. Может, сделаем обложку красной? Мне нравится. Значит, решено. Найду книгу с кучей листов с красной обложкой. Когда ты её отыщешь, мы напишем принципы нашей новой религии. И тогда у нас будет священное писание мясоедения. И мы на шаг приблизимся к решению твоей проблемы. Я займусь. Удачу. И помню, что если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь обратиться к картам. Ладно. Я осмотрюсь. Как пожелаешь. Ты знаешь, где меня найти. Окей. Так. Нет клиентов. Мы вернём покупателей маму. Поверь мне. И животных на забой будет много. И прилавок начнёт ломиться от хорошего мяса. Спасибо, Агата. Ты моя любимая дочь. У меня есть братья и сёстры. Нет. Ага. Да. До встречи, мам. Хорошо. Погнали, чё. Ага. Это кто? Привет. В той, где стоишь, это территория Стэнли. Чего тебе? Может, у тебя есть книга с пустыми страницами? Большая книга? Это что вообще за книга? Нет у меня ничего подобного. А я бы не отдал, если была бы. Что ты ищешь? Что-нибудь интересное будет негоно, а если найти надувную бабу. Твой кот? Это мой приятель. Он готовит поесть. Понятно. Пойду. Ага. Это чё? Не наш дом? Ну ладно. Чё это за ларёк? Комиксы. Чё, реально это что-ли? Пародия на Зелду? Кимас эффект? Нифига себе прикол. Бэтмен? Ещё что-то? Прикол. С фигурками. Комиксы. Понятно. Дом чей-то. Баскетболисты. Ага. Сходим в другое место. Ясно. Чего? А, переключатель на зелёный? Удобная хрень. Скобяная лавка? Ладно. Хиппи какой-то, что ли? Привет. Привет. Попугай. Попугай. Я заметила, что ты его откармливаешь. Надеюсь, не ради того, чтобы съесть. Конечно же нет, чего ты взяла. Я решил покормить его. Он давно их не ел. Похоже, ты с ним хорошо уладишь, да? Он хорошо себя ведёт и составляет компанию. Кроме того, он помогает мне сочинять музон. Вонючих хиппи. Мы даже записали несколько треков, но он есть в своих альбомах. Он мой друг, а музыкальный соавтор. Ясно. Понятно. Берегись, Емён. Чувак какой-то. Понятно. Что это за лавка? Хомяк какой-то, блядь. Ты кто? Привет, миссис Алина. Чё? Эй! Не драй время, она тебя не слышит. Конечно. То есть не такое. Это норма, она дома подсела на телевизорную химню. Как только эта фигня начинает грудить, она утопает в диване и выпадает из реальности. Кажется, эта чушь и тебе нравится. Но знаешь ли, мне не хочется смотреть, но это был тяжёлый наркотик. Посмотришь, и ты пропал. Я прихватил достаточно семечек на весь день. И... Будь осторожен. На твоём месте я бы перестал смотреть, пока ещё не поздно. Ну, это же скучная передача. Я так сначала говорил, и вот я здесь. Я всё ещё в состоянии разговаривать, в отличие от миссис Алина. Она выпала из реальности. Ну да ладно, я пришла сюда. Ника дома? Да, но наверху в своей комнате возится со штучками, как всегда. Хорошо. Скорее уходи от телевизора, пока он не поработил. Окей. Нифига себе, она чё там, программист, что ли? Живот... Неудивительно, что у неё были животные. Так. Ника, здорова. Привет, Ника. Привет, Агата. Почему ты не в лавке? Что ж, решила прогуляться. Я шла мимо твоего дома и решила, что было бы неплохо зайти и поздороваться. Вот как. И... Ну, зачем пришла? Так, священную книгу. Ты ведь много читаешь? Да. Вдолька крутые книги. Электроника, технология, механика. Остальные бесполезны. У тебя есть чистая книга? Чистая книга? Тетрадь, что ли? Нет, книга. Толстая, с кучей страниц. Наверное, должна быть красная обложка. Нет, чего бы у меня быть пустой книги, это довольно глупо. Наверное, но мне такая нужна. У меня есть книги по истории, они скучные и совсем не нужные. У них куча страниц, хочешь ли я отдам? Нет, спасибо, продолжу искать. Чёрт, почти от них избавилась. Так, в компьютерах. Я пыталась поговорить с твоей мамой, но она ни слова не сказала. Она ведь смотрит телевизор, даже не заморачиваясь. Эта женщина неисправима, у неё мозги отсохли. У меня есть дела, ей нужно заниматься проектом. Оставлю тебя с компьютером. Ага, с компьютером. Невероятной машиной, называй как хочешь. Ну да ладно, ещё увидимся. Чё, зря пришли, что ли, по гате? Ой, к Никен. Дурдом. Так. Ааа, так нам надо копилку разбить, ёпарасите. Ой, блин, с этими прохождениями вот так и играй. Чё я хрен знает, чё это, молоток, блять. Попросить можно? Нет. Можешь одолжить мне молотом? Конечно, бери. Подожди. Не знаю, где можно найти книгу с чистыми страницами и красной обложкой, не уверена. Но в библиотеке полно книжек. Если там такой нет, то можешь сходить в типографию на втором этаже библиотеки. Они что-нибудь придумают. Отлично. Окей, забираем тогда молоток. И идём разбивать копилку. Ну, пока вроде всё получается. От слова пока. Мы идём гребём, мы идём гребём, тебя не гребём. Чё, так нельзя пройти, что только так? Ну, ладно. Ну, вообще прикольный квест. Такой довольно милый, необычный, бля. Вот эта идея создать её религию, в принципе. Ну, в принципе, как сказать. Намана. Посмотрим, как будут дальше события развиваться. Да, погнали, чё. Придётся. Я накопила больше, чем думала. Бери. Эта хрень точно... Точила не понадобиться. Ну, ладно. Ту-ду-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту. Так, сколько тут страниц? Серьёзно, она такая короткая, блядь. Вот же, блин. Да, игрушка коротковатая, к сожалению. Печально. Печально короткая очень сильно. Не, ну, в принципе, это неудивительно, что ей всего лишь надо религию создать и конец. Довольно такая короткая, но необычная игра. Ну, тогда, я думаю, стрим большой делать не будем, для того, чтобы, наверное, как сказать, осталось и на потом. Там, на два стрима, не знаю, на три. Максимум на три. Или максимум на два. Зависит, как будем проходить. Библиотека, наверное. Магазинчик какой-то. Это непонятно, что. Динер. Как же библиотека в Гринде? Вот это, что ли? Чё за кот? Вижу этого кота. Бедняга, кажется, его бросили. На бойню забрала бы. Животных, непригодных для еды. Ветеринарка. Бля, где библиотека? Аммм... Чё это за херня? Кассир какой-то. Вот это, что ли, библиотека в натуре? А чё там за библиотека? Ну, вообще, это похоже на библиотеку, если так посудить. Эмм... Чё? Чё это за карта, блядь? Чарли. Чё, реально цирк, что ли, делают? Нифига себе. Лев. Здравствуй. Грустит. Что произошло? Что произошло? Коллеги-карлики перекрыли вход и разрезали всех зрителей и персонал пополам. Никому не удалось сохранить целостность. Зачем? А, два раза меньше получали. Босс спросил мнение аудитории, а люди ответили, что... Карлики два раза меньше обычных людей, половины зарплаты им должно хватать. Ответу карлики не обрадовались, потому что взяли мечи и усыпали сцены разрезанными на пополами трупами. И теперь им всё понадобится только половина зарплаты? Логично. Что случилось? Я скучаю по своим детям. Где они? Неделю назад они ушли в зоопарк. Сказали, что устали от цирка и хотят сменить обстановку, поэтому ушли в зоопарк, оставив меня одного. Ну не совсем одного, тут ещё моя жена, но компания из неё так себе. Бедняга. Я их не осуждаю, поскольку молодец и поступил так же. Я жил со своими родителями на студии записывающей документалки, пока они не устали от этих погонь за Антилополем. И не ушёл со своей девушкой сюда в цирк, просив родителей. Здесь вместе с детьми я провёл лучшие годы своей жизни. Но теперь, когда они ушли, всё стало иначе. Я по ним скучаю. Мне тебя очень жаль. Могу ли я для тебя что-нибудь сделать? Что ж, ты можешь сходить в зоопарк и передать моим детям, что я их люблю? О, как-то. Ну да, логично, он не может, потому что он в клетке. Конечно. Да, чудесно. И можешь передать им это. Чё? Что это? Фрикадельки из Антилопы с лучшими травами и саван в отборной крови молодой гнук. Ммм, звучит потрясающе. Только не ешь их, а не последние. Это любимое блюдо моих детей, приготовленное по старому семейному рецепту. Я отнесу фрикадельки твоим детям. Где зоопарк? Они не оставили адреса, когда уходили. Ладно, на этот способ туда добраться не переживай. Спасибо, маленький человек. Ты очень добра. Не за что. Мне не нравится, когда животные грустят. Поэтому я сделал все возможное, чтобы помочь. Не унывай, я уверена, твои дети тоже по тебе скучают. Не знаю. По крайней мере, надеюсь, что еда им понравится, доверят хорошие воспоминания. Не грусти, вот увидишь, дети будут в восторге от твоих фрикаделев. Надеюсь, что они вкусные, на них уж не мои последние продукты. А сделать новые я не смогу, потому что Антилопы вымерли. От саванны превратились в пустыню, там не осталось растений. Но у меня хотя бы есть рецепт. Окей. Еще увидимся, ладно. Погнали тогда искать библиотеку. Нам нужна библиотека. Рабочие работают. А это, скорее всего, библиотека, да? Щелк, щелк. Сюда. Это библиотека, наверное? Походу, что да. А ну-ка. Прошу прощения, я ищу книгу с пустыми страницами в вашей библиотеке. В библиотеке есть компьютер, с помощью которого читатели могут сделать. Будь добра, сходи на второй этаж и сделай запрос. Я пойду, ладно. Чувак какой-то. Особенно нервный. Это второй этаж. Привет. Здравствуй. Так. Я ищу книгу с кучей страниц. Ну, так угрозно найти в библиотеку. Это же умышляет целая игра книгов из всех полных страниц. Но мне нужна, в которой при этом ничего не написано. Чистая книга? Да. Не думаю, что у нас есть такая книга. Но ты можешь воспользоваться компьютером наверху, чтобы поискать. У этого аппарата определенно память лучше, чем у меня. И я уверен, что с ним у тебя получится найти то, что ты ищешь. Ладно. Может тебе повезет. Кстати, зачем тебе пустая книга? Секрет. Я пойду. Ладно. Чё, второй этаж? Какая-то девчуля. Окей. Ладно. И чё? Ну? Чистая книга? Хватит. А ну-ка. Так, чистая книга. Никаких результатов? И чё делать? Очень интересно. А в какой тогда это искать? Чистую книгу? Так. Дальше находим карту доступа в подсовку. На где мы там карту доступа найдём? Чувак какой-то. Ты кто? Приветствую. Мне нужна чистая книга. Чистая книга? Да. Ну да. Да. Как в этой? Опа. Верно. И чё? А Даш? Нет. Почему? Ты ведь ничего не читаешь. Нет, ничего не написано. Зачем тебе она? Наркоман, что ли? В смысле? Со временем ты поймёшь или не поймёшь. Но мы сейчас не об этом. Чё? Ты меня знаешь? Ты друг Сандро? Да. Но это не имеет значения, не переживай, просто доверься мне. Тебе стоит поискать в другом месте. Но я тебя в первый раз вижу, не знаю, могу ли я тебе доверять. Ты ведь и Сандра не была знакома, но доверилась, верно? Да, но Сандра помогает мне создавать мясоедение. Как и я, поэтому если прислушивайся, ну... Найдёшь. Ты умнее, чем думаешь. Ты много знаешь? Поэтому мне интересно, сможешь ли что-то посоветовать. Что ж... Присмотреться ко всему, прислушиваться к людям и не зацикливаться на вещах, которые ты не снил их достать. Скорее всего, они тебе не нужны. Я пойду. Прекрасно. Зашибись. А куда нам тогда топать? Вопрос. Тут никого. Так, тут чувак. Ну, он, походу, толка нам ничего не скажет, да? Так, час. Час, час, час. Ну, сейчас разберёмся. Сейчас попробуем ещё чуть-чуть разобраться. И здесь ничего, да? Гениально. Чё, это купон, что ли? А ну-ка. Пособие. Записка. Подожди. Передвинь. Ещё раз передвинь. Забирай. В смысле? Подожди. Забирай. Чё там? А конструирование роботов? И к чему нам эта информация, блядь? Что? Тишина? Ну, я говорю шёпотом. Эй. Девка, блядь. Ааааа. Я просто хотел спросить. Вот же сучка. Ничего эта девка не говорит. Короче, мы что-то проебали. Так. Подсоб. Дверь без ручки. Смесли, подожди. Это что? Твистовка? И чё? Подожди, мышь карту не найдём. От подсобки. Тут тупик. Чё-то я немного заблутал. Немного. Может, на втором этаже где-то? Да. Рынь-рынь-рынь-рынь-рынь-рынь-рынь-рынь-рынь. Тот... Тот мужик нам ничего не даст. Это по факту. Тут мы всё практически обыскали. Получается. Правильно? Правильно. Так. Карту я тоже тут не нахожу. Что такое? Дорогие ручки. Да подожди ты с ручками, ага-то. Я хочу. Да. Игра сохранена. Окей. Так. Берём, отдаём купон. Чем могу помочь? У меня есть купон. Покажи. Да, я могу бесплатно сделать переплёт твоей книги. Если ты принесёшь мне школьные записи, рисунки, я сделаю книгу из этих страниц. О, это мне пригодится. Когда тебе понадобится книгу, приходи сюда. И не забудь отдать мне скидочный купон. Увидимся. Пра-пра-пра-пра. А где нам найти карту доступа? Где находим карту доступа к подсобке? Я не пойму. Тут её нету. Чё за хрень? Чё за хрень? Это просто осмотреть. Это тоже. Я откуда-то тебя знаю. Ты заходил в мясную лавку? Нет, я в супермаркете покупаю. А, так ты один из них? Я тоже люблю мясо с кровью. Точно. Если ты так любишь мясо, то почему же покупаешь его не у мясника? А тебе нравится, когда домохозяйки спрячивают в очередях? Мне нет, поэтому я не хожу в мясную лавку. А жизнь инди-разработчика тяжела. Но я надеюсь, что к вам вновь потянутся толпы. Понятно. Себя хорошим стейком. Мангу протокол? А-а-а! Сотрудники. А-а-а! Твоими друзьями. Пока. Пока. А-а-а! Ничего пока нету. Вот же, блядь. Что-то я нихера не понимаю. А где карту доступа найти? Блядь, я нихера ее тут не вижу, карту доступа. Светилось бы, искали бы. Нету тут ни хера никакой карты доступа, блядь. И здесь ни хера ничего нету. Вот же, отстой. Ну, здесь записка, блядь. А шо такое, Вася, а? А в компьютере новые данные не появятся? Угу. Серьезно? Блядь. Не появятся. Вот же, отстой. А у кого ж карта? А у кого ж карта? Так. Ксерокс. Ксерокс. Может с этим еще поговорить? Ну? Подожди. Что ты делаешь? Собирался напечатать копии. Подожди. Он заблокирован. Нужна карта доступа. И у кого же? У меня. Ну? Ну? Потерял? И где? И все. И все? Доступа. Правда пофиг? Да. Ну, пожалуйста. Ты не выноси. Ладно, скажи мне. Но ничего не обещаю. И где? Одной... Старую книгу. Старую книгу. На... где твой начальник? Начальник это женщина. Если она знает, что я ее потерял, она меня уволит. Ммм. Ладно, я попробую найти твою карту. Спасибо. Ясно. Пойду. Окей. Как найдёшь мою карту, скажи мне об этом, да? Интересно. Старая книга. Ну, тут реально где-то, наверное, на два стрима игра. Даже не на три стрима. Так, в старом переплёте, старом переплёте. Старый переплёт. Ладно, придётся по очереди херачить. Всё? Подожди. Книга о политике. Подожди. А чё толку-то? Она ж не поднимется. Механика. Может, не здесь? Может, во втором секторе? Блядь, я не знаю. Первый раз играю. Вообще, прекрасные ощущения. Затупов. Дональд Трамп. Ё-моё. Хе-хе. Дональд Трамп. А путешествиях во времени? Серьёзно? Может, здесь и будет? Рождество. 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 Чё-то отстой. Куда ты обратно, пап? Расключаем эту лестницу. Расключаем эту девственницу. Расключаем эту лестницу. Блядь, я понимаю. Ё-моё. А где это всё? Твою же мать. Вот и где эта книга Должна быть вопрос, блять Буддизм, ислам Скрам, бла-бла Блин, я реально Сейчас запутаюсь нафиг Графические новеллы Ну Сборник стихов Подожди О том, как правильно писать Та ё-моё Та ё-моё, ну где эта книга Вот как без прохождения играть, когда Игра не дает никаких сраных подсказок Вот серьёзно, блять Текстового прохождения вообще Нихера не было, блять Пиздец Книга о моде Книги о фотосъёмке Я понимаю, а где древняя книга, блять Охренеть Вот реально, какой нужно режим осмотреть Блять, я вот реально не знаю Ну чё за затупы, я не знаю Блять, вот вроде бы Играешь И понимаешь С одной стороны, блять А с другой стороны Не даёт игра никаких подсказок И вот среди этих книг Я нихрена не понимаю На какую щёлкать Тут действий нет Тут только осмотреть А тут вроде как Должно быть на втором этаже Вроде как Неужели он на первом этаже Я бы потерял книгу, блять Блин, довольно странно Но мне кажется Вот эти библиотечные Эти, блять Не просто так Вот эти изображения Типа Анатомия География Стихи И художество Но Вообще Как бы раздел Наверное Географии Старин Вот этот раздел Но опять же Я не вижу Блять, вы же не хотите сказать Что По секторам Серьёзно По секторам, блять Бля Ну это пиздец Философия Блять Блять Ёбаный в рот Ассасины и тамплиеры Серьёзно? Блять Подожди Книги о войне Блять Я понимаю Ёбаный в рот Ну блять Чё делать? Куда тыкать? Блять Агата Отодвинься Дай я смотреть Я понимаю Что ты не искала Ну сука Где искать Блять Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо другого ютубера для тебя не знаю как дальше продвинуться вроде игра короткая ну блять без прохождения проходить это просто трэш пиздец когда дается короткое текстовое прохождение и ты не знаешь как продвинуться дальше у тебя за тупы я тебя реально за тупы вот это стрёмно вот это стрёмно потому что ты как сказать ну сам не понимаешь что делать потому что нет подсказок том же там broken sword или секрет файл из там хоть какие-то подсказки есть есть какие-то условные эти обозначения тут обозначений нет тут надо тыкать по всему и блять пока потыкаешь по всему блять потратишь куча времени а это не хочется лишнее время тратить чтобы просто видеть как ты пытайся блять пройти ладно по первым впечатлениям игра довольно веселая смешная забавная но теперь основной сюжет понятен что она добивается создать свою весную религию получается в конце мы этого добьемся и наверное на этом весь сюжет игры заканчивается он довольно сюжет игры банален но забавный игра так на пару вечеров но а всем спасибо за внимание спасибо что смотрели дорогие друзья всем до новых встреч с вами был казаку фэмили всем до скорого всем удачи всем пока удачи всем пока